В зале библиотеки собрались ученые, представители творческой интеллигенции, сферы образования, школьники и студенты. Всех этих людей сегодня объединило уважение к герою и его подвигу. На родине Суламбека Асканова им гордится каждый земляк. О нем пишут стихи, песни и биографические книги. Одним из первых на юбилейном вечере выступил председатель Союза писателей Ингушетии Хаваш Накастоев. Я хочу, чтобы молодые тем более знали, это подвиг, это просто последняя точка. К таким званиям, к герою России, вообще к славе люди идут всю жизнь, начиная с вашего возраста. К 80-летию со дня рождения героя России сотрудники национальной библиотеки подготовили развернутую выставку «Суламбек Асканов. Полет в бессмертие». В числе гостей и выступающих – Малика Горданова, учитель истории и односельчанка Асканова. Именно она создавала в Плеево музей славы, посвященный герою. Будучи учителем, я, как никто другой, поняла, насколько этот подвиг помогает нам и должен помочь в будущем нашей жизни. Почему? Он, не говоря ничего, своей жизнью и подвигом показал, что главное – это не накопить деньги, не построить замок или даже целый город. Главное – это в нужное время что-то важное отдать своему народу, и если будет необходимость, и свою жизнь. Он спас липецких жителей. Его история жизни – готовый сценарий для захватывающего кино. 7 февраля 1992 года во время тренировочного полета в самолете, за штурвалом которого сидел генерал-майор Асканов, отказала система управления. Но даже в абсолютно безнадежной ситуации у пилота был шанс выжить, катапультироваться. Когда летчик вышел из густой области, он увидел перед собой стремительно приближающиеся огни населенного пункта. Асканову удалось осуществить сложный маневр и увезти самолет от жилых домов. Он как бы мудро и очень быстро сообразил, что ему делать. На самом деле мы очень гордимся, что у нас был такой герой. Он умер, когда ему было 49 лет. Умер он 7 февраля 1992 года. Надо равняться под этого человека. Он был очень образованным, он был смелым. Он был летчиком-испытателем, и ему отказали двигатели при полете. Он успел за 2 секунды рассчитать, сколько ему понадобится времени, чтобы отлететь от деревни Хворостянка, над которой он пролетал в тот момент, когда ему отказали двигатели. И из расчета вышло, что самолет упадет прежде, чем он успеет отлететь. И он пожертвовал собой, спас всех жителей этой деревни. В этой деревне ему поставлен музей. С того героического подвига и трагического дня прошло более 30 лет. Но о тех событиях знает и помнит каждый школьник и каждый житель малой родины героя. Суламбек Асканов остается образцом мужества, чести и достоинства. Зарима Ивлоева, Магомед Досхоев, Новости 24.